Итак, всем привет, с вами Добгай, и мы продолжаем играть за японскую империю в Кайзеррайх. В прошлой серии мы наконец-таки высоветились в Штатах и смогли их захватить. Это было очень дорого нам по людским ресурсам, но ничего. Кроме того, сейчас немножко попереставляю наших советников, и у нас здесь есть хорошие советники на военнообязанные населения, и в принципе мы закроем наши потери, и расширенный призыв повышать нам не придется. В Европе здесь война идет все так же сурово, Россия здесь все отходит назад и назад, несмотря на то, что у нее есть как бы все необходимые ресурсы, и людские, и снаряжение, ее просто дают. В принципе, я это понимаю. И значит нам нужно вмешаться и помочь. Готовимся мы здесь наступать на месяц в первую очередь. Скорее всего нам потом еще придется чуть-чуть в Южной Америке повоевать, но возможно и не придется, посмотрим. На самом деле я бы предпочел игнорировать Южную Америку, потому что оказаться великая держава. Здесь также я подкрыл эту армию, чтобы все французские владения здесь забрать в один удар, и затем полностью освободить свои армии из Азии и Америки, когда мы закончим этот счет войны. И скорее всего мы будем высаживаться сначала в Ирландии и Британии плюс-минус, и потом уже оттуда с хорошими морскими базами мы будем высаживаться во Францию. В принципе, после падения Британии и Франции здесь не останется серьезных соперников, возможно только Италия, еще более-менее такая. Стоит помнить, что Испания не вытранзанальна, чему я очень удивлен. Обычно Франция решает захватить просто Испанию, но это даже плюс. Так что такие вот наши планы, поехали. Кстати говоря, у нас это судьба Америки, и стоит освободить США, потому что 20 стабильности потерять не сильно хочется, а ресурсы, точнее фабрики нам не особо это и нужны. Вот они, наша новая марионетка, собственно говоря, правление клана. Очень неприятные дебафы на самом деле. Так, мы плюс-минус готовы, собственно говоря. Здесь у нас стоят войска, единственное, у нас здесь нету флота на самом деле, у нас здесь только наши новые подлодки, которые я сейчас начинаю массово строить. В принципе, достаточно быстро строить, только периодически стали подзаканчиваются. Хотя количество импортируем стали просто колоссально. Здесь мы по-быстрому должны справиться. Здесь после этих высадок я переправлю вправе, и они вроде эти должны покрыть. Здесь только нам не хватит радиуса, поэтому скорее всего мы высадимся вот сюда, затем в Данию, затем в Исландию, и уже отсюда куда-то в Британию. К сожалению, радиуса не хватает. Так что поехали так. Объявляем мы войну в Франции и стартуем то, что можем. Начинаем мы также с наступлением в Мексике. Единственное, после выделения у нас самолетов улетели, поэтому пришлось их здесь немножко по-шустрому реорганизовывать. Но мы все еще с авиационным превосходством. Ну, Мексика, конечно, попроще. Намного дается нам, чем США. Здесь все намного проще. Конечно, мы захватили французские территории в Австралии, повысаживались на острова. Да, тут тоже, хотя у нас сейчас типа сномжение кончилось, но мы добьем без проблем. И здесь также все прекрасно. Бас у интернационала в Тихом океане теперь, по-моему, нет. Верно? Верно. Последнее мы сейчас ликвидируем. Ближайшее — это Африка. А значит, мы плюс-минус в безопасности. Но отсюда уже никто ничего не достанет. Так что сейчас ликвидировать Америку. И можно потихоньку плыть к Европе. Пока я тут высаживался вот на эти острова. Кстати, успешно. И, кстати, какого это черта они стали канадскими? Непонятно. В Америку высадились? Но я бы не сказал, что это сильно позитивный ликв вышло. Мы топим супермного конвоев. И очень много конвоев там с непосредственно войсками. Так что я бы сказал, то, что интернационал сюда начал перекидывать войска, это очень-очень хорошо. И если они хотят здесь высаживаться, окей. Потому что они просто очень много теряют на это ресурсов. И самое главное, они перетягивают их с Восточного фронта. По крайней мере, надеюсь. Ну, слава богу, канадск зато теперь готова нам порты свои дать на стоянку. А то у меня сейчас дивизии бы тут застряли. А это еще даст нам очень много радиуса снабжения для флота. То есть мы в Исландию сможем высадиться и из наших условных баз. Плюс-минус. И вот наши войска наконец-то поводят в Исландию. Потом мы окажем поддержку с моря. Тут между делом мы очень много, как можно видеть, понаносили потерь. Даже той же Франции 130 тысяч. Здесь вот Данайм 50 тысяч. То есть по разбросанным разным странам здесь 300 тысяч итальянцев. 300 тысяч британцев. 200 тысяч бруссов. То есть мы где-то, я думаю, под миллион так точно потери уже смогли нанести. Только благодаря тому, что они сюда перекидывают дивизии. В Мексику они накидывают дивизии. Здесь очень много дивизий накидывали. И мы их просто разбомбили и потопили. И сейчас мы продолжаем авиации топить их конвоя. Потому что просто можем. Делая казус более параллельно вот сюда, чтобы начать идти в Южную Америку. Как минимум я хочу схватить вот эту страну, чтобы канал контролировать. А до этого я даже не знаю. Здесь очень долгая будет война. Без снабжения. Скорее всего мы туда просто не пойдем. Если только там внезапно не появится какого-то великой державы. Здесь в Исландии войск, собственно говоря, как и ожидалось, нет. В Исландии самой дивизии практически нет. Потому что населения практически нет. Там вон все под патрульей смогли собрать целых несколько дивизий. 5 штук, видимо. А другие страны сюда гарнизоны просто не отправляют. Потому что аишки так не работают. И теперь у нас есть хорошая база для атаки на Британию. Теперь сюда небольшие гарнизоны забросить интернационал. В основном кто здесь у нас? Албания. Но я подозреваю, что они просто здесь их потеряют. Даже пускай, пожалуй, они побольше сюда завезут. Потому что сейчас наши подлодочки отправятся здесь конвой топить. И удача им здесь повоевать без снабжения. Видите, сразу сколько много мы поймали. И в принципе сразу и топим. Так что сейчас шустро у них у всех будут красные значки. Если какая-то космическая битва произошла, больше ста конвоев. Я так подозреваю, там была целая армия. И вот здесь вот. И вот здесь вот тоже. Ужас. Кстати говоря, канадцы создали то, что я завоевал. Но я защищать это никак не мог. Канадцы не в моем альянсе. Почему это им отдалось? Да, просто так. Начинаем мы высадку. Я бы сказал, достаточно успешно. Даже без поддержки какой-то пока что. Можно попробовать указать поддержку вот так. Но я не уверен, насколько это безопасно. В целом мы вроде и так справляемся. Дело в том, что если мы подведем сюда наш флот, его очень быстро может затопить авиация британская. Все-таки там самолетов уже очень много. Потому что уже ходил 1948 год. Так что, наверное, отведем мы наш флот. Они оба стоят на ударном соединении. Так что если начнется авиация битва, они постараются прибыть. Ну а так пока что в них нет нужной тут. Я тут не заметил, но... Оказывается, тут была битва, в которой мы взяли и просто потопили весь британский флот, я так полагаю. По ощущениям почти весь. Ну да, тут осталось полтора корабля, условно говоря. Ну, бывает. Полторы тысячи бомбардировщиков у нас в нашем этом... Если открыть авиационную карту, то наш флот вводит с собой 3000 самолетов. Неплохо. Итак, мы захватили успешно, можно сказать, уже всю Ирландию. Здесь еще какие-то есть небольшие войска, но это мелочь. Сейчас мы постараемся по максимуму застроить ее. И сразу же после этого, в принципе, сейчас начнем уже планировать выставку в Британию. Итак, приказ готов. Мы сюда уже переместили наши танковые войска, еще одну дополнительную веритерную армию. Чуть попозже мы перебросим сюда еще вот эту армию. Пока что здесь не сильно много снабжения. Танковой армии здесь принимать части вряд ли будет. Хотя, может быть... Хотя, в принципе, почему нет? Только мы сделаем вторжение. Мы успешно его делаем. Мы, в принципе, можем без проблем доброситься от танки. Тут в воздухе просто какой-то дикий ужас происходит. 6000 истребителей. У нас столько авиабазов здесь нет. Несмотря на это, наши танки вместе с пехотой очень неплохо забирают себе всю Британию. Этим мы сейчас выбьем очень важную страну из блока интернационала и сможем высадиться в Францию. Ну и параллельно вспомнил, что мы еще в Южную Америку собирались нападать, поэтому возобновил здесь наступление. Кстати, я говорил, у нас здесь наши соединники куда-то пытаются высаживаться. Молодцы. Почему нет? А, Британия вся наша. Высаживаемся во Францию. Завязался у нас тут очень жесткий бой в воздухе. Очень жесткий. По 80 самолетов отлетает. Почти что под сотки в день. И я решаю, что нам стоит просто начать бить по их авиабазам. И в один момент они просто не смогут уже самолеты в воздух поднимать. Вот и все. Что будем? Сейчас у них там 11 тысяч самолетов. 12 даже. Ну вот оно. Туда-сюда скачет. Они, конечно, ремонтируют, потому что там фабрика бесконечность. Но это требует времени. Видите, потихоньку числа плюс-минус снижаются. Вот Америка капитулировала тут. Мы захватываем все регионы и передвигаем наше войско дальше, чтобы освободить наконец-таки Панаму. Наши планы готовы. Значит, мы можем высаживаться. Благодаря нашей прекрасной разведке мы сюда всех шпионов отправили. Мы буквально видим, где у них каждая дивизия находится. В принципе, всю их информацию. И я скажу, что мало у них дивизий. Очень мало на гарнизонах. Без проблем. Вообще мы заберем. Стоит обратно авиацию привезти. Все-таки мы теряли, конечно, меньше самолетов. Для того, у нас все были реактивные истребители. Их жалко. Я поэтому временно отменил. Теперь можно их вернуть. Все-таки мы делаем по 40 в день. Хотя теряли мы где-то по сотке в тот момент. Проблема. Мы взорвемся. Как я уже говорил, войска там почему-то очень мало стоит. Сразу же стоит отсюда начать наступление. В какую сторону? Наверное, этой армии мы пойдем на восток. Только попробуем сделать сначала нормальный фронт. Возможно, руками. Затем уже этой армии пойдем здесь на юг и потом тоже на восток. Воздухе здесь происходит дикий ужас. Но если мы уберем отсюда наши самолеты, станет очень сложно. Пока что мы даже чуть-чуть больше контролируем воздух, чем они. И я думаю, можно уже нажать как раз-таки кнопку шпионажа. И также добросить сюда наши танки. А танки мы уже постараемся отправить просто-напросто напрямую, я думаю, к Германии. Здесь, в принципе, достаточно приятные территории. Они, я думаю, смогут очень быстро здесь все захватить. Вот и Париж упал. Прекрасно. Франция, в принципе, я думаю, долго держаться не сможет. Россия, кстати, вот-вот капитулирует. Я бы, на самом деле, хотел, чтобы она капитулировала до того, как мы победим. Потому что у нас сейчас всего 20% участия в войне, а в России 65%. Там потому что потери дают полторы тысячи. Окупация 11 тысяч. Что вы оккупировали до России? Ну вот, по этой причине я бы, наверное, в один момент переставил наступление. Хотя, я не вижу, чтобы Россия отступала. Посмотрим сейчас. Как, что тут? Ну, вообще, в идеале бы, да. Не заметил, но наши две подлодки потопили, видимо, греческий флот. Ну, такое тоже бывает. Россия все-таки, я думаю, капитулирует до нас. Точнее, до нашего захвата, потому что я остановил наступление. Делиться варскором слишком я бы не хотел. Вот мы и дождались капитуляции России, а следовательно, мы можем сейчас продолжить наступление и добить интернационал. Нансовская коммуна капитулировала, и это забыляет нас от очень большого количества войск вражеских, и нужно бежать теперь капитулировать Италию. Кстати, у нас теперь есть граница с интернационалом. Не знаю, если наши союзники будут что-то делать, пускай делают, мне лень воевать в пустошах. Периодически игра подлагивает, потому что Франция передает свои территории по решениям судьбы там каких-то территорий. Южная Германия попала. Дунайская Советная Республика подвергла ядерные бомбардировки. А кто это использовал? США? Непонятно. У меня ядерные бомбы только исследуются, хотя я уже их не собирался пулевать, но наверное не сказано. Я вот не собирался, а интернационал реально привел сюда войска. Смотрите. Ну, хочется изобревать войска, пускай переводит не то, что все их столицы на западе, кроме России, наверное. Но Россия это марионетка, она не должна быть великой державой. Она великая держава. Ужас. Очень плотно мы тут уже продвинулись на восток. Капитулирует страна за страной. Вот Италия уже капитулировала. И число стран будет только увеличиваться. Самое главное нам реально сейчас останется капитулировать. Ну, Тунай сейчас и так попадет. Останется Россия. Вроде только Россия здесь великая держава. Придется покрывать все эти территории. Ну, прошло еще побольше времени. Мы уже смогли взять Москву. Отлично. Постепенно докрашиваем мы тут все, что осталось. Потери у нас очень умеренные. Все, 500 тысяч. Там же они везде огромные. Это, конечно, приятно. Потому что в США все было не так красиво. И тут нарисовалась великая держава Аргентина. Так понимаю, ну да, промышленности там конечно очень много. Даже неожиданно много я бы сказал. Так что придется нам высадиться в Аргентину. Я уже готовлю здесь армию. Что поделать? Наконец-таки у нас тут допыл наш десант. И мы постараемся капитулировать Аргентину. Параллельно с этим Россия почти капитулировала. И вот после некоторых боевых действий в принципе не сильно сложных. Я ожидал, что будет неприятно. Будут проблемы с остабжением. Но нет, все обошлось более-менее хорошо. Аргентина здесь вот-вот капитулирует. Нам нужно взять буквально несколько еще городов больших. Россия тоже нам буквально докрасить чуть-чуть еще. И в принципе это вот-вот произойдет. И мы закончим наконец-таки войну последней в этом мире. Вот капитализация России подъехала. И ну давайте уже пора и аргентинцы сдаваться. И наконец после долгой-долгой войны, долгих битв в Европе, в России, в Южной Америке, в самой Америке интернационал капитулировал. и мы можем теперь все это перераспределить по нашим странам. И вот оно. Японская империя теперь находится на каждом континенте. Наш алианс в принципе составляет почти все страны мира, кроме каких-то стран Африки, но очевидно мы завьевывать за каждой бегать мы не будем. Есть еще континенте, но фактически тоже за ними просто надо побегать не сильно они уже интересны нам. По результатам можно сказать, что примерно в каждой японской семье теперь есть по гаубице, ну и по две винтовки, а почему бы собственно говоря и нет. Ну а на этом я думаю можно закончить эту серию прохождения и в принципе кампанию. Так что с вами был Добгай. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, ставьте лайки, оставляйте комментарии и до скорых встреч. Пока.